Кожа Союз М Большой выбор представлен. Цветовая гамма, покрытие, структура. Есть кожи, давайте возьмем, вот кожи перламутровые. Мы изготавливали в такой коже мебель. Пластины приходят чистые, ровненькие, отхода очень мало. Вот здесь получается не природный слой, а искусственный. Ну, соответственно, поэтому они и ровные. Про потребительские свойства. Потребительские свойства. Кожа перламутровая, да и любая, в принципе, требует ухода. То есть, какими-то средствами пропитки, выбивания пыли. То есть, вот такие жидкие средства можно использовать. Но желательно, если кожа белая или светлых оттенков, то, соответственно, чистящее средство не должно быть цветным. То есть, в процессе могут появиться пятна, можно сказать так. Так, в этих коллекциях есть кожа с эффектом старения. То есть, изделия в процессе, допустим, диваны, да, вы сидите ими, пользуетесь, и в процессе кожа выглядит еще благородней. То есть, уже появляется не искусственное старение, а естественное. Да, но красивая мебель, смотрится все равно благородно. Есть кожи такие вот плотные, лощеные. Они, скорее всего, будут на... Они, видите, какие очень толстые. На диванах, как сказать, с подушками. Да, вот, они более плотные, более жесткие. Я думаю, что будут долго служить. У них выделка такая, прям, здра. Можно сравнить, да. Вот эту вот выделку, допустим, и вот эту вот. Очень гладкая. Изделие будет аккуратно смотреться, красиво. Так, что еще? Есть кожа с эффектом нанесения крикелюр. Вот, очень интересные рисунки, структуры. Здесь фольга нанесена довольно-таки плотно, не стирается. Мы делали тоже такой диванчик. То есть, ну, выглядит шикарно, можно сказать так. Вот, глянцевые кожи, вот такие же вот. Они плотные. Структура очень мелкая. Красиво очень смотрится. Кожи тоже ровные. Вот. Есть кожа с природным лицом, с природным лицом, с природным лицом. Сейчас я найду. Вот так. Ну, в чем их отличие? Кроватка. Это, получается, среднеценовой сегмент. Среднеценовой сегмент, но он выглядит как дорогой. Вот. Выглядит как дорогой, но устойчивый. Здесь у нас есть, вот они то, что пишут. Так. Так, с натуральным лицом, с корректированным лицом. Кожа с эффектом старения. Кожа увеличенная толщины. Спилки есть с покрытием. Вот, соответственно, про которые я говорила. Это спилок идет под естественное лицом. Так. Та-та-та-та-та-та-та. Ну, желательно мебель располагать в 40-50 сантиметрах от источников тепла, потому что кожа имеет свойство ссыхаться. Вот. Для устранения пыли и пятен, чтобы не было царапин, используется ткань с мягким борсом. И слабый раствор, можно мягкого мыла. Вот. Ни в коем случае не щелочного. Пятна растительного и животного жира промокаются тканью. Вот. Избыток влаги впитывается в кожу и становится незаметным. Ну, соответственно, хлюпать диван тоже не нужно. Потому что кожа, ее мочишь, и она, соответственно, растягивается. То есть, ну, уход, уход, уход. Вот. Преимущества союз М-овских кож – доступная цена, качество и, соответственно, большой ассортимент выбора всевозможных оттенков, структур, текстуры. Да, есть под крокодила несколько оттеночков. Можно комбинировать. То есть, как бы, эти кожи. Вот. Это дорогие. Это очень удобно. Вот. Дорогие. Из какой коллеги они какие коллекции? Бемастиль. Бемастиль, да, я прибрала. Ну, про бемы мы еще не рассказали. Получается, бемастиль – это тоже итальянцы, как бы, но это уже премиум, прям премиум сегмент, который действительно стоит очень дорого. Ну, и, соответственно, вещи, как бы, в них диван и мебель смотрятся тоже. Ну, крокодил, видишь, здесь идет двойное дотеснение, здесь цветовая гамма, да, подобрана двойная, а здесь, как бы, она однотонная, поэтому, может быть, как бы, цена вот в окраске. Вот. А рисунок такой же вот структурированный, в принципе, ну, ничем не отличается. Также хорошо выдавлен. То, что в процессе, кожа не станет гладкой, да, в процессе эксплуатации. Вот. Ну, и, как я уже сказала, то, что можно комбинировать. То есть, очень хорошо подобраны цвета, тут, как бы, кожа идет с эффектом старения и благородно вот уже крокодил, да. Вот. Несколько оттеночков так подобрано. То есть, не надо покупать целого крокодила, получается, можно купить корову с эффектом крокодилом. Да, потому что шкурка очень дорогая, да, и на крокодиле сидеть, ну, просто будет невозможно. Сейчас я покажу. Сумку. Вот. Вот это, скажем так, настоящий крокодил, да? Я вот так вот положу для сравнения. Ну, довольно-таки жесткие ребра у этого крокодила. Ну, как бы для мебели он не подойдет. То есть, на него не сядешь, если рукой заденешь, тоже будет очень больно. Здесь рисуночек есть, да, штамповка, но он гладкий. По сравнению, что можно приложить. Ну, давай по цвету даже, что-то примерное подберем. Желтое. Ну, крокодила уже тоже красят разные цвета. Да, да, да. В процессе можно клиниться. Как-то выжигается, скорее всего, и будет долго-долго держаться на изделии. Вот здесь вот не уверена, потому что это поверхностное нанесение. Вот, да, поверхностное. Давай попробуем растворителем, как оно себя поведет. Ой, боюсь, даже боюсь. Ну, давай просто попробуем с краешкой. Давай. Потому что у всех в костах разное покрытие ПВХ, соответственно, какое-то дольше служит, какое-то служит гораздо меньше. Ну, растворитель съест любую кожу. Ну, какой-то быстрее. Какой-то быстрее. Ну, как мы на автомобилке-то экспериментировали? Боюсь, боюсь. Ну, давайте попробуем. В принципе, если долго тереть, да, что-то может и получится. Ну, в принципе-то выдерживает. Я думаю, что подсохнет и как бы не изменится. Вот. Если попробовать вот этот вот крикелерчик, да, мы как видим, у нас рисуночек весь ушел. Так что очень-очень аккуратно. Можно маслом машинным бесцветным для швейных машин мыть, стирать. А вот с этой аккуратно. Ну, вот этот показал себя как бы гораздо лучше. Ну, стоит кожа своих денег, стоит, что могу сказать. Давай попробуем на другой. Сейчас мы все рисунки постираем. Ну, вот. Давайте попробуем. А-а-а! Так. Ну, вот она сейчас высохнет. И как будто вот там остается что-то. Высыхает, в принципе, и получаем, возвращается тот же рисунок. Да, немножко подтерся, но, в принципе... Более-более устойчиво получается по стиранию. Да, да. Ну, значит, стоит денег своих. То есть, как бы, да, цена, в принципе, оправданная. Так, вот такой вот нежный оттенок. Так, ну, в принципе, да. То есть, как бы, заслуживает внимания. Заслуживает внимания. Да, то есть, вот, в принципе, все вернулось на места свои. Так, а что еще можно будет попробовать? Давайте вот это вот... Продолжение следует...